24 апреля 2020 года нахожусь возле памятника бунину ивану алексеевичу на пролетарской горе здание городской администрации гостиницы салют погода классная 15 градусов где-то тепла внизу ремонтируется парк детский много мусора строительного хорошо что фонтан кони выжил в этих переделках советской эпохи стоит он здесь и радует взор сторожилов рабочие продолжают в оранжевых жилетах ремонтировать детский парк уже около месяца режим самоизоляции действует карантин коронавирус но работы как мы видим ведутся все-таки слияние океа орлика а я вот решил пройтись магазин продуктовый ну и зайти на городской пляж посмотреть на оку на воду на песок уже если честно надоело сидеть дома хочется и птичек услышать и травку посмотреть и свежий воздух почувствовать травка зеленеет одуванчики по откосам пролетарской горы растут желтые весна ну поскольку начал я прогулку от памятника бунину немножко наверное стоит порассуждать о дореволюционной литературе много прочитал я произведений этой поры да впрочем и революционной и советской литературы ну что хочу сказать интересно было интересно потому что жил то я по сути в советский период а события которые описывались в дореволюционной литературе естественным принадлежали другой совершенно эпохи и описывали совсем другой строй а именно капиталистический тем более интересно что сейчас я живу в этом в похожем так сказать строе уж не знаю можно ли назвать этот период истории россии капитализмом или социальным капитализмом ну не знаю как это сказать точно но явно это не коммунизм и не социализм хотя при социализме не помню то ли хрущев обещал то ли брежнев что мое поколение вот уже будет жить при коммунизме однако ошиблись партийные лидеры хотя что понимать под коммунизмом если безусловный базовый доход безусловный основной доход к которому в общем то дело все и идет то наверное коммунизм шведский коммунизм ну не знаю как сказать в моем представлении коммунизм было это когда тебе давали бесплатно что то ничего не требуя взамен ну не знаю как вот сейчас быть людям которые потеряют работу будут жить на пособие вышел на набережную оки там виднеется красный мост спасательная станция наша дойду пожалуй до пляжа в принципе я очень благодарен писателям дореволюционным и тем которые приняли революцию и продолжили свое творчество и тем которые не приняли революцию выразив таким образом какие-то взгляды свои главное чтобы я выделил это описание фактов жизни горький например трилогия детства в людях мои университеты очень много информации мне дала эта трилогия от революционной жизни это кстати пристань для теплоходов частенько мы плавали раньше ходили теплоходы до ботаники до дач по оке теперь они до туда не доходят ну что поделать уточки сидят не одна у селезни не буду я его беспокоить а вот описание фактов горький чехов чехов это просто калейдоскоп просто замечательно очень много описал бытовых моментов Лавренев Борис Алексей Толстой Алексей Николаевич имею ввиду а мы о дореволюционных писателях ну тогда Лев Николаевич Толстой считаю его если не самым великим то одним из самых великих русских писателей горький бунин чехов ну пушкин лермонтов конечно мне всегда было более всего интересно описание жизни простых людей горожан крестьян ну и военные всякие действия описываемые в классике ну что сказать действительно как будто вот для меня тогдашнего советского школьника это было как ну совсем другой мир вроде как в комнате находишься и смотришь в аквариум там рыбы плавают совсем другой мир совсем другие отношения при этом нам постоянно внушали что люди жили неправильно это было ущербное общество было плохо простым людям и все такое теперь конечно я понимаю что не все это было правдой чему нас учили уточки но тем не менее сформировалась такая вот широта взглядов у меня теперь потому что изучала советских писателей дореволюционных и капитализм так сказать изучал получается по произведениям потом и социализм сам был этому свидетелем ну а теперь капитализм вижу воочию и могу сравнить и примерно с большей ясностью представить себе как жили люди до революции вот для старожилов орла очень интересное место есть фотографии этого места можно сравнить и понять что ландшафт природный не изменился можно себе представить как здесь телеги крестьяне ходили но набережная явно облагородилась то есть стало более красиво благоустроена пляж в общем все идет к лучшему как ни странно повлияла ли революция на эту набережную ну конечно повлияла ведь в советское время она начала благоустраиваться и камень класть стали еще с советского времени а сейчас это все на мой взгляд приняло завершенной формы смотрите пандус то есть для передвижения инвалидов пляж очень красиво напоминает мне пляжи южные песочек ну классно классно то есть здесь намного приятнее сейчас загорать отдыхать и возможно даже купаться потому что в советское время работали предприятия и река Ака не была такой чистой как теперь а теперь несмотря на обилие потребительства мусора всякого предприятия стоят и экология города Орла мне кажется улучшилась вырубили да раньше тут такие были заросли непроходимые а сейчас вырубили давайте подойдем к реке спустимся очень приятно хорошо что настала весна и мы можем наслаждаться природой жаль конечно что карантин мусор из реки песочек птички пакет плавает вот пожалуйста деятельность человека наверное все таки есть плюс какой-то в этой самоизоляции будет меньше мусора меньше хламов всякого валяться на улице будет меньше произведено ненужных вещей или не очень нужных при виде реки в сознании возникают воспоминания про бурлаков произведения горького вот он описывал в трилогии своей жизнь в нижнем новгороде который сейчас который в советское время назывался горький город там тоже река мальчишки классно конечно многое нам дала дореволюционная литература несмотря даже на то что она была представлена писателями советского толка обработана советской цензурой какие-то уродливые черты были выпечены какие-то положительные были ошельмованы высмеяны например религиозные моменты революционной жизни но тем не менее все это было прочитано нами и хранится в глубинах народной памяти прописалось очень конкретно нет нет смысла особо много рассуждать о дореволюционной литературе кому она интересна они могут и сами ее почитать вот голуби голубка или кто он там и голубь сидят на берегу жаль конечно столько мусора вот смотрите люди сколько накидано всего вот зачем это кто будет ходить летом загорать все-таки старайтесь соблюдать чистоту ну не тащите вы сюда эти чипсы эти упаковки печенье бутылки берегите природу люди мы же в этом мусоре живем по сути сколько можно то мусорить сколько или действительно нас всех посадить на годик-другой в карантин чтобы мы сидели и боялись выйти или давайте все-таки как-то проникация экологическим сознанием беречь природу окружающей среду что вы выбираете напишите в комментариях к этому видео люди к чему более склонны сидеть в карантине и бояться выйти на улицу либо беречь все-таки природу не загрязнять реку берега окружающую среду глупыми продуктами своего потребительства обертками бумажками бутылками пробками к чему более склонны или все-таки режим самоизоляции вам ближе нам ближе но ведь если мы не пересмотрим своего отношения к окружающей среде вот видите мусор 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 от этой среды чтобы мы принесли как можно меньше мусора и гадости в этот мир подумаем давайте подумаем поразмыслим над своим поведением сколько нам еще сидеть в этом карантине не знаю видите кто это убирать будет явно не тот кто накидал все-таки нужно отходить от свинского сознания и приходить к какому-то совсем другому мировоззрению которое позволит нам сохранить гармонию с окружающей природой и самими собой с людьми жить в мире сотрудничестве заботиться о чистоте об экологии довольствоваться необходимым избегать излишеств не производить всякий мусор и не оставлять его на земле и в воде вот давайте подумаем на эту тему пишите в комментариях к этому видео свои мысли а я желаю вам всего доброго кстати смотрите пень а мне похоже показалось на сердце с сосудами да всего хорошего здоровья настроение с вами был Дмитрий из Орла до Продолжение следует...